главное что-то сохранился до приходит не бежать оттуда с ним сам так где на крыше на крыше явно что то есть я не знаю надо ли нам туда туда наверное как-то по-другому подойдем нет да вот фиг знаю тут просто подъем это он сундук вообще здесь вот я думаю можно спуститься будет да не пускают слушай меня вообще отсюда так что в обход на левую можно пройти видел да здесь спуститься можно о это же наши даже не поняла там шай и двое кто-то кто все добровые он все добровый и по-моему этот исследователь так а тут крутиться можно я знаю видел я пока сюда хочу интересно это мимик или настоящий сундук исчезновение и возвращение паланта огромный пес палант сторожит храм он живет уже очень давно белоснежный мех делает его похожим на святого он от природы владеет астральной магией и способен призывать молнии кроме того он может создавать щенков свои копии именно поэтому палант очень надежный страж как бы то ни было легендарный пес не подчиняется людям он стал хранителем акрополя и астрахинона по своей воле занимает этот пост уже несколько веков паланта невозможно поймать и провести над ним опыты поэтому любые суждения о нем основаны лишь на теориях и предположениях этот пес считается посланником богов звезд вставшим на защиту людей и нексуса однако еще до того как петри стал архонтом ходили слухи о том что на самом деле палант земное существо слившиеся с астеритом в единое целое такое слияние астериты и живых существ считается магической эволюцией но она возможно только в теории все связанные с ней эксперименты потерпели неудачу поэтому натур философы считают паланта божественным псом благословленным троицей некоторые ученики петрия и сегодня изучают паланта в попытках постичь его идеальное существование когда и вменит совершил ошибку во время ритуала стремления и повредил нексус высвободилось большое количество астральной энергии а затем произошел магический взрыв так начался астеригас когда это произошло палант превратился в молнию и исчез он появился вновь лишь тогда когда эвенит пришел в себя после этого он продолжил охранять пик резца тогда многие заподозрили что что палант неразрывно связан с на ксусом а а а а а а а 4 плюс четыре интересно чего они там стоят фух не забаговала фото жив не знаю как я выжил чем я думал ну да а можно было прыгнуть туда что-то оттуда просто ну можно было спрыгнуть либо спускаться там на всякий случай если упадешь да там тоже ступеньки такие есть а здесь уже некуда а ну вот шай и гаррисон эй да это же прекрасная хильда что ты так смотришь мы же друзья что вы двое здесь делаете вас контролирует и вменит о чем ты мы услышали шум и решили посмотреть что происходит и обнаружили что магического барьера на горном перевале больше нет каждому понятно если в доме сломана дверь туда непременно влезут горы молодцы вот именно совершенно логично ага судя по тому что вы несете всякий бред с логикой у вас все в порядке конечно в порядке нас еще рано списывать со счетов у меня нет на вас времени я выполняю важное задание ну так иди не обращай внимание на мелких воришек иди 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 угу так не думала что шай и остальные сюда придут глупость это или отвага сложно сказать поговорить с ней можно подняться на пик резца мое давнее желание как только я почувствовал энергию троица то понял время пришло кроме того я хотел взглянуть на то что будет делать госпожа Минерва поэтому попросил этих двоих меня сопроводить разве ты не хотел остаться в врицающих глубинах продолжить свои исследования да хотел однако ночь троица важнее а вы сейчас работаете куда быстрее все вы я изучаю паланта тут идеальное место для этого ты тоже за этим пришла спросить о паланте как много ты о нем уже знаешь палант у него невероятно мощная магическая аура почти как у титана и он владеет силой молнии впрочем больше всего меня интересует то откуда он вообще взялся почему ну хотя в легендах говорится что он посланник богов я думаю на самом деле все было совершенно иначе мы ученые всегда считали что он появился в результате слияния с астеритом как все вы после проклятия да но он очевидно гораздо сильнее нас и лучше отражает суть магии разве он не существует уже очень давно мы не знаем точно когда он появился но в научной литературе часто встречается точка зрения что божественный пёс существовал еще во времена основания офиса ого как ты планируешь изучать паланта ты наверняка замечала молнии по дороге сюда их причина именно палант мы всегда думали что это проявление силы богов поэтому давно изучаем это явление у меня есть устройство которое поглощает молнии паланта и накапливает их энергию чтобы мы могли изучить ее позже ты проделал такой путь чтобы тебя поразила молния с ума сойти кроме того там куда ударит молния иногда можно найти шерсть паланта это очень ценный материал для исследования как в молниях может быть его шерсть все его существо наполнено энергией гроз некоторые натурфилософы даже считают его самого молнии воплоти в каком-то роде эти молнии часть тела паланта постарайся не причинять ему вред если это возможно я бы хотел поизучать его еще тут получится нет точно почему вы так быстро ушли из мерцающих глубин мы не собирались там задерживаться ну и что естественно мы решили хорошенько все осмотреть перед уходом у меня есть предчувствие что в этой горе можно найти способ снять проклятие короля ты это знаешь наверняка или просто морочишь мне голову один афискин натурфилософ сказал что здесь много древних артефактов поэтому ноги практически сами привели меня сюда похоже вас двоих ничему в жизни не учит я хотел сказать что нам нужно убить паланта поэтому ему не судьба его поизвучать что-то еще миллион я тороплюсь потом вернусь и разберусь с вами о неужели свидание иди нафиг шай могли бы дать нам устройство так это палант нет это его песик маленький копия ой и не один диск выражения слушай а мы не дальше идем нет не уверен о сундук а это мимик уже давай-ка наверно сначала вот с этими может и дальше но я думаю что дальше нам надо было бы наверх подниматься а не сюда спускаться вот так тебе слюнки текут достижения дали последний последний мимик дам рецепт дал да дал ох ё-моё да капец возможно есть обратное сохранится скрафтить надо эти возможно для молнии заранее как вариант там вопрос еще острый такой в какую сторону все таки продолжение туда подниматься или к палантам подниматься это продолжение ну мне кажется это логично нам же наверх надо подниматься а не вниз в глубину спускаться так по идее у нас теперь есть что-то от молнии можно даже сделать немножко допустим брошь хромовника и кольцо хромовника правда самородки тратится а я же на что-то хотел потратить вот эти самородки астритовой руды ну улучшение усиления да да то есть я могу сейчас астральный чаровит например или огненный прокачать что лучше астральный или огненный это не риторический вопрос сейчас чем ты чаще пользуешься я всем пользуюсь так-то ладно пусть будет астральный ой у меня остается 27000 ровно сейчас камушек самородок выкуплю и все можно умирать моя совесть чиста походу единственная причина по которой мы теперь будем возвращаться в укрытие в убежище которое это слить ману привет аббат да она классная игра я не знаю ее как-то незаслуженно все обошли не устаю повторять это я не знаю почему так получилось мне тоже очень нравится говорю уже не первый раз что единственный момент который меня ну немного раздражает это количество текста не озвученного и неудобство его поиска скажем так что нужно все диалоги протыркать чтобы найти какие-то новые варианты появившиеся ну тут есть да немножко неявные такие диалоги которые сами к себе сложно найти нужно все прокликать потом еще раз прийти и кликнуть еще раз или вот такие вот записочки лежащие непонятно где на самом деле игра очень многогранна настолько слоистая что прям где удаешься природные изменения на пике резца поскольку записи о погоде на пике резца не велись около 700 лет мы можем лишь сравнивать то что было тогда с тем что мы наблюдаем сейчас на этой высокой горе разреженный воздух наполненный магией растения и животные на ней заметно отличаются от тех что встречаются возле города за последние 700 лет на пике стало больше висячих деревьев их считают священными кроме того растения теперь есть и в здании акрополя магия привела к мутациям болиголова майорана мастикового дерева кипариса и других растений можно сказать что они изменились до неузнаваемости на пике резца также можно встретить следы водорослей судя по всему когда-то здесь было небольшое озеро но она исчезла из-за погодных изменений или по какой-то другой причине многогранно в каком плане ну я имела в виду что здесь очень очень много всего скрытого о чем даже не подумаю что это начало какого-то квеста здесь весьма интересная боевка на мой взгляд она конечно хорошая анимация квесты тоже есть как и какие-то развлекательные а есть прям ну супер серьезная что я считаю даже как-то ну психологическом плане как-то чересчур для 12 плюс ну да тут вот этот рейтинг 12 плюсы странно так смотрится мне кажется просто графика обманчивая то есть она такая мультяшная и создается обманчивое впечатление опа мы попали что мы пошли по ланту а пришли к храму давай назад там можно было туда подняться еще какая разница то это делать надо храм тоже нужен не знаю я пойду пока к храму потому что храм точно необязательно но его все равно надо проходить я надеюсь что там ничего сверху так сложного не будет мы сейчас быстренько а это последний храм оставали тут лифт лифт наверх вниз вниз да ладно а куда вниз то тут некуда вниз ну узнаем а подожди-ка тут все сложно это не совсем так работает как я думал ну давай вниз спустимся я надеюсь я не по сюжету иду все таки по идее здесь не должно быть сюжета в этой игре дополнение оно встроено в сюжет в основную часть игры так сказать о это все почитать можно да а нет то есть вот как раз сейчас дополнение будет кусочек дополнения это храма вот эти пока что это единственное дополнение а так мы уже и стикс прошли это уже что-то ближе к финалу мы уже начали ну что ж может меня сейчас просто вот погладят по головке дату это молодец штучку да и скажут иди с миром не тряпи нервы тут что-то особенное явно мне вниз да офигеть реально спрыгивать вон туда похоже на то да где поближе может за то что я просто пропрыгаю у меня скажут спасибо молодец проходи дальше все-таки по кругу может документ какой-то найдется непонятно а вот светится которая ничего тут нет вот вот это оно не светится ну ладно это просто отсвечивает даже да так теперь вон там это слева вот тут где-то по краю по краю что привело тебя сюда твои знания или судьба неважно юная чужеземка подойди послушай легенду фу саша не пугай так а а а а а а а а а то он говорит вниз спуститься типа к нему я надеюсь это не каждый раз нам будет скорее всего нет о разбегайся у все бежим просто бежим аккуратно ладно аккуратно красиво давным-давно под древом звезд жил огромный змей его сотворила сама богиня его предназначением было стеречь грешников погребенных под древом если змей видел что они не раскаиваются искренне в своих грехах он пожирал их дальше пошли круто неожиданно а еще все хватит вниз что ли а нельзя было сразу прыгнуть наверное можно было но тогда бы мы про змей не почитали а взаимодействовать нельзя значит да но грехи копились внутри змея и он потерял связь с богиней а картинок больше не будет видимо нет хватит ну ладно а опять прыгать похоже это все испытание на ловкость исключительно преданность его со временем ослабла и он захотел поглотить звезды что сияли на дереве на древе сначала он лишь обвивался вокруг ствола в ожидании когда упадет звезда ничего не показал не показал так я так понимаю сюда походу да реально это типа и есть босс ой это было опасно но это ожидание измучило змея и он забрался на самую верхушку древа ветри ветви прогибались под его весом и глотал он звезды одну за другой пока не съел почти все далековато как-то нормально да вы шутить нужно поглядывать по сторонам это может как-то более короткий путь есть а то сразу вниз короткий путь вот так вот прыгнешь а тут что-нибудь попроще было а теперь куда а вот ладно жить какая сейчас что-нибудь расскажет да нет 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 жаль взаимодействие забавно забавно неожиданно богиня ушла и люди ничего не могли сделать со змеем пока не появилась троица уже цвет такой не очень хороший а так мы по змею идем святой хранитель поднял свой молот и обрушил его на голову змея чтобы он не мог больше пожирать звезды предыдущая части наверно тоже что-то показывали мы не увидели нет меня камеру разворачивают а вот тогда не пропустите дело воительница в прыжке пронзила змея копьем и он в ужасе бросился прочь я надеюсь мы не будем сейчас строится и сражаться со змеем или со змеем великий магистр разбил змея на тысячу кусочков такова была мощь его света и энергии самих звезд тут даже вопрос в том что будет ли вообще какой-то босс файт или это вот и есть испытание о это мы уже круг сделали змей изгинул змей рукам с древа звезд он исчез во тьме круто сделали да смотрите идем такие по змеюки неужели еще что-то будет я знаю что ты встречалась с великими предками сможешь ли ты пройти мое испытание это будет все таки трон арбитра это что-то будет сейчас зубодробительная да а слева что такое светится выход я думаю там светится слушай указать не могу а то есть отсюда что-то что-то для до для битвы три штуки смотри строится да кстати треугольником стоят это видим активировать надо ухты вера арбитра близко она не не бьется что-то происходит понимать бы что делать вот что намал на лига бьет тебе нужно защитить что-то вот эту штуку если не выходить не выдавал на это то непонятно что за сверка появилась там да я тоже мне эту штуку смотрю а долгую купить она меня просто стреляет короче надо долетает надо у каждого круга опустить этот кристалл а он будет этот мешать нам вот этим вот если ты делаешь перекат во время этого мне нормально меня не бьет да начинается ай волна сейчас пойдет новое что-то пошло вот смотря спину может это нет 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 издаливать не нужно нет они умерли все а эти штучки заново появляются смотри круглые зато за мной вот эта штука катаются от слушать когда столк наверно биваешь новые новые дути появляются в каков вове на боссов было помнишь после каждой фазы добавляется новая ой что меня сейчас уберу а это меня стреляет после этого столбика еще как лучше будет на воде что после этого вот после вот этого столба который ты сейчас затушишь лучший прямой начнется надеюсь нет которым недавно били готова так что дальше происходит сверта тоже здоровье есть оба она не бьется все можно быть ну да лучше после третьего луча даже то вы что творите то они меня просто замордовали эти лучи смысле спускаться еще раз заново все вот это вот можно сразу вниз да можно мы даже не пытались забавно а может здесь нельзя было сразу спуститься я сбил 0 2 как-то может рождя на мою в общем рост до нас тикает это она сама тикается может быть если не бить смотри она сама тикает разве вот не весь час а слушай реально сама тикает мне просто надо было выжить какое-то время я не знаю я не понимаю заново надо гасить видимо но нож тикает я не буду ничего делать пусть тикает может это таймер за который тебе нужно убить сферу один столбик не 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 почему они опять горят эти столбы похоже ей пофиг ну да надо короче опускать опять а я думаю это все одна фаза будет отдельно просто так долго это все чем по-моему лучше бить то да что такое выносили получается у меня огонь жарит классно и могу потому что залежала готовься что делать то сейчас не понятно непонятно оно само тикает а если в ползу встать огонь добьет смотреть как он полетит тогда бежать нет может быть ясно слишком много дедов возле вас тут не а вот и звонок а нет попало я боюсь они сейчас вокруг меня будут они меня меня стреляют издалека я по ним не могу как там там а а а а и все как не и и Хоть просто перекачивайся и все, хп вливай, чтобы проще было. Потому что урон тут фактически не нужен. А, да блин, вот это вот нажимать. А, да блин, вот это вот. А, да блин, вот это вот. А, да блин. 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 А, да. А, да. А, да блин. А, да. А, да блин. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да.